Доброе вечерое! Доброе утро! Альпакеры! Отрывай, ты что делаешь? Всем привет! Мы на Huga Club Show Сейчас мы будем устраивать дикий разъеб многим производителям и задавать по классике самые наболевшие вопросы которые эти ребята заслужили и почему у них такие продукты Собственно мы находимся в Питере это экспо-форум а сзади нас там творится вакханалия так что пойдем туда и собственно блять в лучших сука традициях мы там устроим маленький такой разъеб Собственно первым под разъеб попадет наверно стенд Берна нам все таки интересно их не табак вроде бы на рынке нихуя не продается но откуда у них сука такое финансирование и мы сейчас попробуем выяснить что и к чему давайте найдем какого-нибудь человечка который за все это дерьмо отвечает и спросим Здравствуйте ты готов ответить на мои вопросы? слушай это провокация дикая короче слушай первый вопрос сколько в месяц вы продаете табака? это провокационный вопрос какой у вас контракт с Айком что Айк запихивает ваш табак абсолютно со всеми продуктами? контракта нету я не знаю не знаешь окей откуда у вас такое финансирование что у вас Майбах там стоит? а у нас генеральный директор очень богатый человек короче мы пришли к выводу что вы все таки от кока-колы реально табак до сих пор американский или все таки уже решили? нет мы ничего не решали он как был американский так он и остался американский с украинским акцентом нету акцента украинского вообще не надо мне брать братан вопрос откуда у Берна такое финансирование что у них стоит Майбах и почему ты все мешаешь с Берном? я все купил все все поставил все ему рубашку купил сегодня да спасибо большое почему ты все мешаешь с Берном? потому что это хороший вкус у тебя есть с ними контракт? а они говорят что нет понятно а дальше по расписанию у нас старбаз давайте посмотрим что это такое привет это что такое? кальян тебе не кажется что он страшный? в России в России нормальный? а сколько он стоит? на сайте информация а ты не знаешь? а где человечка найти который знает? значит он не умеет подсказать кто не подсказать? понятно опа а вот и Вэдж Илюша вопрос сразу прям провокационный почему многие говорят что они не могут раскурить твой табак и я могу? да потому что они не умеют ждать вот понимаешь вот чтобы вот что-то хорошее было вот надо чуть-чуть чуть-чуть совсем подождать и будет охуенно смотри еще вопрос ты на стенд поставил Кирилла сколько он тебе обошел чем бабок? бабок? полностью короче смотри через агентство мы пытались его найти нам заряжали от 300 до полмиллиона как он в живую по общению? ну нормальный парень я ничего не могу сказать вопрос смотри а вот вы позвали Кирилла и многие говорят какой стенд такой табак? ну райповый райповый? понятно это был у нас в Эджи мы идем дальше по старбазу нам ни хуя никакой информации не дали но здесь есть другой блогер Дима вебинар провел свой? стабильно провожу а нет вот сегодняшки сегодняшки мне завтра? завтра во сколько? 3 я приду хочу денег в конец заведения у меня есть чашки а почему ты зацепился с японохукой? ты правда считаешь их гандонами которые лезут не в свое дело? каждый хуй ты считаешь что это так? я не лезу в конфликты я читаю и думаю это пиздец он сука да у меня есть его снайпэк это охуенно но сука нахуя лезь в каждую дырку за своим ёбаным полным конфликтом у меня все проще я просто не люблю этот карьер мы же подходим даже интервью сняли ясим там всем поздоровался там тыры-пыры да нет ну типа на то что комменты резит мне тоже не особо нравится ну блять типа дело каждого интернет не у нас весь конфликт о том что мне просто не нравится продукт аааа там сервис хороший у них так ладно идем дальше у нас здесь ааа самый у нас здесь самый немецкий табак из всех немецких ааа нужно спросить ребят я знаю вы вроде говорите только на немецком на русском спрехаешь спрехаю ребят как вы вышли из германии на российский рынок это достаточно долгая история покрытая тайной завесой ааа ааа сейчас мы уже полностью профессионируем как российский продукт который изготавливается в нижнем науне вот смотрите вот смотрите наш табак был хуйней сейчас можно назвать его хорошим я думаю да можно назвать давай попробуем значит ты согласен что раньше была хуйня вот тут опять я вмешаюсь прошу прощения как бы у нас были первые редакции которые между прочим ты сам тестил и говорил что да типо чуваки достойно классно все супер потом были это была такая тема что мы столкнулись с проблемой вот этот северов через шершни с жидким никотином а потом что естественно подпортил нашу репутацию мы решили совершенно отойти теперь от того что мы будем пересекаться с кем-либо мы кем-либо ромком или табачным пажам мы решили пойти по своему пути мы предлагаем оригинальный репутатор Гарри Поттер переучился в Хогварте вопрос почему вы разбежали с Вергмундом вот интересный вопрос я думаю что на этот вопрос он ответит Вячеслав резко почему вы разбежали с Вергмундом прям какое-то повторение вопроса просто коммерческие интересы наши насажились и теперь коммерческий директор здесь я наступаю ты коммерческий шишка чуй шишка шишка в компании ну хоть что так ну хоть что так понятно это немецкий табак как раз поехали дальше а так мы идем к ребятам с которыми у меня есть неоднозначный конфликт это чаши ой это плитки хукатек вот это вижу нормальное дерьмо вот этим я не согласен ребят как вы или а ну там Диман их доебывает неинтересно мы ща их доебем хорошо ладно подождем подождем здесь Диман меняется сюда буквально в полпе смуты сметывания так есть маленькая версия это на 18 кг есть маленькая версия на 10 кг короче Диман прекратил спрашивать банальную хуйню теперь мы подойдем ребят вот это что это прототип это прототип новой плитки которая сделана для кальянов в которых плюс 100 кальянов в день вот это охуенное дерьмо а что вот это это профессиональная плитка по заведению а чем это не профессиональная лучше чем это профессиональная и как понять слово профессиональная профессиональная плитка для кальянных заведений подразумевает собой то что на ней работают профессионалы почему ну допустим я вот не профессионал братан ты профессионал я вообще спец по дымам но не по коленам то есть ты смог бы с этой печкой работать мне короче кажется что это сомнительная схема сомнительная схема стандартная плиточка вот по классике а вот это вот это интересная тема поработать мы надеюсь по цене по цене пока что в продаже нету релиз будет месяц и через два стоить она будет порядка 15 тысяч рублей у нас есть табак Бали и собственно про него я в принципе пока ничего не знаю просто поспрашиваем у ребят что интересно что это вообще такое привет рассказывай вкратце что это такое табак Бали и реально что он сделан на Бали он сделан в Турции он сделан в то почему Бали это Балле сладкий табак Балле Балл Мед на медовой основе а как вы это относитесь к тому что мед при нагревании 60 градусов распадается на сахарид и становится очень вредным это название такое это же не такой самый а он и на меду в Турции по крепости такой же как чербет но чуть-чуть крепче это и есть чербетки? не задали нет завод чей завод чей говори честно честно говори это табак Бали потом побольше подойдем прокурим спасибо может сейчас как дела это у нас стей шейх это табак премиум табак а почему он премиум почему премиум почему слово премиум что ты понимаешь под словом шейх премиум табака я понимаю это табак царский который можно курить 2 часа и больше что самый лучший среди всех табаков или есть лучшие табаки шейха нету? нету? а ты можешь какой-нибудь крутой табак просто сказать что он говно и типа шейх круче я просто блять ну он говно и кто не обидится ну давай допустим скажем по сведеру сейчас скажешь давай давай что нибудь скажем какому нибудь что нибудь скажем плохое вот какой ты табак здесь на выставке больше всего не любишь давай фумари нет нет давай из российских блять из российских я то бак всех не люблю он говорит дарксайд говно я слышал ладно шейх так шейх откуда он что это? это армянский табак Армянский? А ты знаешь, что такое армянский табак тупен называется? Нет, не знаю. Не знаешь? Да, какой табак? Ну, ты же знаешь, армянский из Иривана. Иривана? Вернуто из Иривана. Понятно, там, ну, Ириван вроде маленькая деревня, но все шифруются. Ну, я только знаю. Понятно, это табак шейх, и мы идем дальше. Это у вас сладкая вата? Да. Слушай, а почему у вас стаканчик Пандоры стоит? А у вас стаканчик? Ему очень удобно насыпать сладкую вату. Да, иди. 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 Так, ааа... У нас есть Pure Tobacco. Привет, давай. Ты че весь грязный? Что это такое? Pure Tobacco. Я понял, что это? Третьих небес есть в жизни, уже не было. Очень жиростойкий, легкий. Вы тоже премиум? Мы не премиум, мы Нейчер. Натуралика. У нас чистый продукт. Мария, они говорят, что они самые лучшие. Ты согласен? Они говорят, типа, ну, это Pure, наш соседей, типа, хуйня вообще, глядь. Говорят, какую-то органику мешают, на самом деле, химия. Я думаю, каждый хорош по-своему. Каждый хорош по-своему. Каждый хорош по-своему? Ты хорош по-своему. Что у вас интересно? Что это? На основе чего? Я думаю, ребята расскажут наши технологи. Слушай, это чей мундшток? Есть сумка. Есть, да, прикольная штука. А, вы в курсе, что это спизженный дизайн Холодкова? Ну и ладно. Либо Холодков спиздил дизайн. Только Холодкова здесь нету. Они есть. Вот мы их взяли. Понятно. Так. С чего начинаем? С откусов или свинья? Давай расскажем. Вообще, вкратце, блядь. Мы пиздатые и всё такое. Вкратце. Лёгкий табак, где-то 4 из 10 по крепости. Виржиния. Виржиния колт используется. То есть, аромка хорошо ложится, долго держится, порядка мини-кости минуты. Хорошо мешает с крепкими табаками, потому что жаропрочная довольственная. Это у нас чаша Чо. Я думаю, самое популярное название этих всяких чашку. У нас здесь есть чувак, которому я очень долгое время должен был бабок. Да то? Ты мне должен был бабок? Да. А, да, да. Ты меня искал и искал. Я тебе отдам, я тебе отдам. Чаши крутые, чаши. Максимально очищенные от всякого дерьма. Сколько стоит? Стоит, вот, посмотри, цены семьи. Это же плагиат СТ, блядь. Это плагиат СТ, блядь. Это СТ плагиат. Нет, нет, нет. Понятно, это чаша Джо. У нас, в принципе, у чашек нечего спросить. Это новые игроки на рынке, пока они еще не замарались, как бы. Попозже попробовать. Так что потом еще поспрашиваем, что у нас есть, Энигма. Давай, минуту. Давайте, не отходя далеко от Энигмы. Давай. Собственно, нас просим. Это американский табак. Энигма. Ребят, что, повторим? Повторим. Короче, табак шеи, говорит, что они самые пиздатые на этой хуйне, на этой выставке. Без порно. Без порно. Без порно. Без порно. Без порно. У них, типа, порнушка неадекватная. Да. А у вас круто? Нас пожёстче. Много продали? Достаточно, да. Народ берет реально. Людям нравится. Делали семь новых вкусов. В паковку. После выставки будет акциз. То есть, движемся в направлении. У всех у вас после выставки будет акциз, блядь. Уже просто была проблема с упаковкой. Так как сделали пачку, уже реально решили сделать акциз. То есть, и уже отправим на обзор. Там всё уже об этом договоримся. Чтобы всё объективно ты нам сказал, как тебе нравится. Отлично. Поехали дальше. Так. Здесь есть прикольный стенд. Кука Масон. Кто ответственный? Ты еврей? Да. Скажи что-нибудь на еврике. Импер ОКСМ. А по-русски с акцентом. Да такие манеместные, что ты мне говоришь так конч. Ты приходишь, мой добрый еврей. Нихуя не еврей. Фэйк. Что это такое вообще? Вы кто? Что это такое вообще? Вы кто? Мы фукомасон, блядь. Я понял. Вы что? Типа масоны над всем кальянным рынком? Да. Энигма говорит, что нахуй этих лучше соседей бы не было. Они говорят, вы у них уголь пиздите технично. Они просто боятся нас и уголь мы не пиздим. Что это вообще? Вы кто, блядь? Вы что нахуй делаете, блядь? Максим, расскажи о своем продукте. Это новая века в турецком городе. Блядь, турецкий, 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 сука. Это чей завод? Шербетли и Адалии. Современнейший завод, который строился буквально месяц назад. Это чей завод? Это Айша. Это завод. Завод. Завод с линией, а там с линией. Короче, надо запомнить пробить в интернете. Ничего не говорить. Вы это? Подожди, подожди, подожди. Ладно, понятно. Стой, при чем здесь Турция и масоны? Потому что в Турции здесь все самые главные масоны, братан. Логично, логично. Как тебе этот кальян? Это мой кальян. Могло быть лучше, братан. Могло быть лучше, братан. Могло быть лучше, да. Мне не нравится, что этот момент, короче, во-первых. То есть, этот уебанский момент, блядь, мне не нравится. Ну что, нельзя было... Ну, блядь, ребят, полики мы живем, хотя к концу. Ну, серьезно, ну, блядь, нельзя было сделать ровную, просто, пружинную шпу. Ебать, ты обьёбанный. В смысле? Да у тебя монеты в глазах. Не, нет. Слушай, мяту лауч про рекламирующую пилу сказать. У меня монеты в глазах. Да, у тебя обьёбанная. А, все понятно. Мята обьёбанная, как обычно. Где чашечную взять? Я уже продал их все. Все. Манам. Мят не оставил. Ничего. А кислому? А кислому отдал. Серьезно? Да. Дядя, здравствуй. Ты поёдал мою чашку? Пока нет. Как тебе она внешне? Внешне заебись. Внешне, конечно, сказали многого, но мне похуй как бы её надо затестить. А, чё на стенде есть, на выставке есть интересно? Нихуя. Вот тут сейчас нужна вставка, знаешь, со сверчками, вот этот. Хуй знает, блядь, всё как обычно. Слушай, я-то как бы все, в основном, те, кто шарят, приехали встретиться, пообщаться, как бы, блядь, а я остальное похуй вообще. Понятно. Видишь, Париж, блядь, всё нормально, тут всё скайп. Я слышал, что ты написал плохой отзыв о Смирне, и они сломали тебе ногу. Я только лучше не делаю. Нет, информация такая, что они тебе сломали ногу. Нет. Нет. То есть ты хотел встать на стенд Гиггсона, но они узнали и сломали тебе ногу. Гиггсон горло. Не так? Нет. Ладно, это не так. Ага. Так, это у нас Hero My Time, это американский табак, который используют банки России. Сделано в России. Но это вы уже сейчас, когда спалились банками. Я сразу говорил, что у нас табак в области. Мы спалились банками. Это американский табак, но, сука, банки сделаны в России. Их раз в Германии. Э, слышь, а ты что на всех стендах делаешь? Арома немцы, не спорю, но они производства табак. Понятно. Что нового? Грузей много. Персик, импирный пряник из новых вкусов. И стоп, рок-лайм, вафли, все топ. Понятно. Ладно, это Hero My Time. Ребята не испачкались. Надо будет спросить. Сейчас попробуешь наконец-то? Нет. А вот это интересно. Это кальяны Unicum. Это кальяны, которые я мечтал купить еще, наверное, в 2010-2012 году. Когда они только появились. И был выпуск на Джон Кальяна. Это... Вот эти вот кальяны, они пропали с рынка и опять появились. Куда пропали, блядь? Да. Мы не всегда были. Да. Просто стали немножко непопулярными. А, признаешь. И я же их делаю. А, и ты их делаешь, и тебе поебать, ты стоишь на автостенде, и тебе за это плани. Не, 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 братан. Наши вот. Снимай, снимай это, да. Ну, опять совместно. Ребята, куда пропали, реально? В клубах, клубах. Вы качали в свое время. В клубах тоже качали. Даже, сука, в фильме физрук он был. Во всех клубах они так же и остались. Остались? Ничего не меняли? Еще лучше. Глапана поменяли. То есть увеличили разъемы, диаметр шаг увеличили. А как прочищать трубку? Водой? Только водой. Промывочка, да? Конечно. Понятно, это уникум. Ребята, это... Не знаю, может это ошибка, но это первые дизайнерские кальяны, сделанные в России. И когда-то они стоили очень дорого. И эти ребята кинули Мишу с Барнаула, который их заказал, а ему не отправили. Так ты уже забыто это было давно, он даже не помнит. Не помню. А что это за табак? Я уже по баночке вижу, что это Багарская фабрика, нет? А как Багарская? Да? Уходи еще! Багара, Багара. Нет, нет. Что это? Это мы, вот видишь вроде... То есть вы сейчас... Вы считаете, что все продукты Багары говно? Да. Да. Красава. Масхев говно. Говно. Фрегат говно, Сережа. Фрегат говно. Да смол. Он сейчас смол. Что это такое? Это, короче, крепкий табачок на американском листе. С зелом делаем сами. Режем табак сами, выбираем палочки тоже. Это уже не ручка, это уже... Они просто купили офис на Шреддер и переделали его немного. Ну, не пали, не пали. Не пали? А, нет. Джазсмок, я не знаю, что это за продукт, поэтому не подъебываюсь, как бы. Но, Джазсмок, Джазсмок. Скоро узнают. Оцени, оцени. На стенде очень много новых игроков, в том числе и LikeSmoke. Привет. Привет, ребят. Что это такое? Мы делаем кальянки. Сейчас. Полностью нет, да. Цена? Сегодня шесть тысяч долларов. А, обычная розница? От семи у нас оптовики продают. А почему блюдце такое беспонтовое? Почему оно ровно, угли же будет падать? Нормально, не падает. Не падает? Не падает. А откуда вы? Кировская область, Киров. Вы, наверное, на том же заводе, где и Мэтбир делаете? Нет. Нет? Нет. Понятно. У себя в мастерской делаем. Полный комплект? С колбой? Мультштук, шланг? Шесть тысяч сегодня. А вы, какая ваша позиция? Продавать полным комплектом, либо просто шахта блюдца? Ну, оптовики берут шахту, мультштук, вообще без шланга, без колбы, даже без обладнений. А, ну, соответственно, просто люди покупают полностью, как полный комплект. А вам как удобнее? Ага, без разницы, мы можем вот так и так отправить. За границу много берут вместе с колбами, потому что там напряжёнка с колбами. Понятно. Спасибо, это Like Smoke. Ты опять с Total Flame'ом? Мы сидим, курим охренительно товар. Спасибо. Слушай, когда ты уходил с Total Flame'а, ты говорил, что продукт дерьмо, а сейчас опять говоришь, что хорошо? Ты решил хайпа схватить? Нет, ты говорил в Fumarium'е, когда работал в Fumarium'е, ты говорил, что, ну, блядь, так себе продукт Total Flame, ПТО по пище, все дела. А сейчас говоришь, что теперь наоборот, Штором, что происходит, блядь? Неужели настолько мнение скачет? Не, братан, ты просто меня, наверное, с кем-то попутал, потому что у тебя линзы из очков выпали. И ты меня не узнал? Не, а Штором тебя не перепутал. Total Flame' отличный продукт. ПТО просто другой продукт, тоже отличный. У всех есть свои классные вкусы. Любой табак возьмите, и вы найдете охренительные вкусы. Согласен? Нет, а что у Total Flame'а новое? Слушай, вот там 809-й, дайди попробую охренительно. Я после 504-го решил 809-й даже не курить. А у нас здесь Олег Книгинин, Club24, Олеж. Привет. Мы с тобой, честно, плохо общаемся. Мало общаемся. Мало общаемся. Слушай, что нового, что интересного подчеркнул на выставке? Ребята, в этом рынке какая-то происходит революция. Она идет как-то медленно, но все-таки это случилось. Огромное количество продуктов. Раньше такого не было. Очень качественные продукты. Это касается табаков и чашек. Слушай, а ты не считаешь, что вот такие табаки, которые мало известны, они перенасыщают рынок плохим продуктом? Я как раз хотел сказать, что рынок захлебывается буквально. Но я не могу сказать, что это плохой продукт. Потому что ну-ка, вот, попробуйте эти табаки, они нормальные. У кого самый красивый стенд? Не качественный, просто красивый стенд. Слушай, мне Spectrum понравился. Да. Да, мне понравился очень сдержанный Японо Кока. Она не так аккуратненькая, но аккуратная, действительно приятная. А кто еще там? Вопрос. Почему меня банят на Клав 24, блядь? Реклама, ребята. Я просто пишу, ребят, привет, блядь, меня банят. Ну ты все уже. Почему меня Вахитов не любят? Мы с ним хорошо раньше дружили. Давай селфи сделаем, он тебя разбанит. Я не знаю. Понятно. Спасибо. Короче, мы поймали Вову Мамаева. И у меня к нему серьезные вопросы. Вова, смотри, первый вопрос. А правда ли, что ты делаешь для Хука Маркета такие цены низкие, чтобы тебе дали премию и они могли нормально на тебе заработать? То есть, чтобы твои кальяны хорошо продавались? Ну естественно. Естественно. Отлично. Это не мой был вопрос. Второй вопрос. Мамаев, где душа? Раньше в твоих коленах была душа. Почему сейчас это стало конвейерное говно? Мамаев. Реально, конвейерное говно. Многие не довольны. А чего ты взял? А народное мнение. Я у людей спрашиваю, как вам Мамай? Они говорят, ну так себе. Когда они были, у него все покоцаны, они были охуенные. Сейчас они у него... Они сейчас просто стали все ровные, красивые, качественные. И вдруг пропала душа, оказывается. Души в них еще больше стало. Потому что контроль качества больше. Нет. Мамаев, все говорят, что твой продукт стал конвейерным говном, как и сатир. У меня качество выросло. Мы поменяли алюминиевое основание, выбросили его нахер. Мы сделали верхний нержавеющий сталь. Ну, может, тук натепили конус из нержавеющей стали, чтобы не колупалась краска. Краска перестала колупаться, вдруг душа пропала. Ну, что за херня? Говорят, у тебя нет нормального сервиса. Люди долго ждут. Ты им почти не отвечаешь. И за это ты еще и получаешь премию года. Я отвечаю долго всех случаях, когда заказы какие-то есть сложные. Когда люди не понимают, почему задержка. Когда они скидывают фотографию своего кота. И говорят, обрисуй мне, перегони вектор и выжги это лазер на блюдце. Блин, ребят, это долго. Я не могу это сделать за неделю за неделю. Короче, что ты можешь сказать людям, которые тебя хейтят? Ну, ребят, мы найдем вообще язык в любом случае. В телефонном разговоре, вконтакте бывает такое, что долго мы не отвечаем. Все, понял. Такой Мамай Кастом. Ребят. А что с вами стало? Что такое? Где музыка, где кальяна, где диджей, где колон? Да он тут говно перебивает нашу музыку, мы выключили нахрен. Да вот, у нас новый щек. Как вы считаете, Ара Кью хорошие угли? Нет. Какие хорошие угли? Какие лучше? Ну. Мы работаем сейчас бау-бау. Бау-бау. Что новое по майкам? Да. Мы завезем... Рашинг Кука Тим, кофточки. Да. То есть сейчас сделали еще линейку Кука Келлер. Новый снэпэхи есть. Понятно. Чипцы новые. Охуенно. Все с вашим кальяном, он не продается. Это ты так думаешь. Понятно. Ага. Это у нас Free and Lay. Написано ведущий производитель ароматизатора. Я просто говорю английскую историю. Ааа, окей. Ты на украинском не говоришь. На украинском не разговор... Ладно, понятно. Так, ребят. Вы, собственно, кто? Омск. Город Томск. Томск? Омск. Омск. У вас там пиздец, что творится в Омске-то, блядь. Что? Рассказывайте. У нас две версии кальяна. Это первая версия. Кальян из нержавеющих. Сталя 10 штук. Цена 3,5. Это нержа? Нет, это... Тогда это не из нержавейки. Нет. Он сам из нержавейки идет. Вот это нержа? Это докладка идет. Аначе не из нержавеющих. Аначе не из нержавейки. Ну, это же нержавейка. Так у всех она из нержавейки. Они не кричат, что они из нержавейки. Это алюминиевые. Хорошо, вторая версия из нержавейки. Вот, это нержавейка. Окей. Это не нержавейка. Сколько стоит? Вот эти у нас стоят на 10 штук. Три с половиной тысячи. Эти четыре восемьсот на 10 штук. А почему здесь пять-двести написано? Это розничная цена. А здесь вы не по оптовым продаёте? Нет. Ладно, понятно. Идём дальше. Это тоже ваши чашки? Чаши, карпуга. Понятно. Удобное положение, добавление красное и белое. Это ваш табачок? Нет, это не ваш. Я думал, просто вы концерн такой. Всё нахуй сразу. Ладно, не отходя от кассы. А, хука-брейк. Хука-брейк, хука-брейк. Нормально. Это хука-крафт. Чем вы отличаетесь от крафт-хука? Тем, что у нас более 200 сортов пива бутылочного. А, вы пивнушечка? Мы не надо тут. Это дом. Очень приятный дом. Что? Мы пивнушка с кальяны. Нет, мы кальяны с пивом. С пивом. А, кальяны с пивом. Всё, я продумал, вы что-то производите с кальяной. Назвали с кукой-крафт. Поэтому я спросил, чем вы отличались от крафт-хука. Потому что крафтовое пиво стоит. А есть ещё пиво? Да, можно разливушечку. Можно два стаканчика самого хорошего. Нефильтрачь или светлая? Светлая пива. Светлого пива. Вы в заведениях так же с пеной наливаете или нет? Нет, на передостную установку очень сложное оборудование. Ну, спасибо, блядь. Здрасте, здрасте. Поздравляю с выпуском новых Чашко. Спасибо большое. Ребят, что у вас нового? Первое, я вижу, у вас появились кальяны. Сегодня, да, у нас презентация. Рассказывай, что это такое. Кальян полностью выполнен из титана. Да, вот. Да, он лёгкий достаточно, то есть, пожалуйста, возьми мне штук. Бля, вот этот титан чистый. Это охуенно. Я раньше тебе нравится. Блядь, но он необычный. То есть у каждого название имеет... Он глубокий какой-то пиздец. Да, да. Это вот, например, золотой песок называют. То есть у них есть просто фоксидка. То есть мало эпоксидная, да? Есть с деревом. С деревом не гниёт, не окискается. Оно как бетон, специально в растворе вымачивает. Камяное дерево, как бы говорят. Да, оно становится как камень. Можно комбинировать. И каждый кальян не похож на другой. Ну да, потому что они не получатся. Да, да, они все не дублируются. То есть каждый эксклюзивный. По чашкам что новое? По чашкам вот новое вышло. Ленивая чашка. Японокука? Ленивая чашка. Ну, ассоциации по... Убивашечки. Ну, почему их... Сука, впринелось, да? Слово, блядь, на рис... Убивашки, блядь. Да, да, да. Понятно. Смотри, новый чаш. У Стерхова все так же, да? Да, да. Дорогие, хорошие кальяны. Я их не юзал и не поюзаю, наверное, никогда. Ладно. Ладно. Приходите, покупайте. Покупайте чаши Далабоус и чаши Аппо. Называется здравая конкуренция. Да. Это, ребята, дикий пиздец. Это дикий пиздец, как бы, блядь. Это пиздец. Табак, сука, настолько прозрачный, что его, сука, не видно, блядь. Прозрачный табак, блядь. Плитка, нахуй. И табак прозрачный. Это типичный табак, блядь. Типичный, нахуй. Это, ребята, Харвик. Очень старые ребята. Я помню, у меня первая чашка их появилась в Уфе. Мне ее привезли. Это была мумия. Я помню прекрасно. Что у вас новое? Я понял, это как чашки, типа, коктейльные, тики-тики, токи-токи. Да, 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 все верно. Два духа в одной чашке, видишь? Давай. С разных сторон разные лица. Понятно. Что нового? Новенькие у нас стики, к сожалению, дай этого РСКО. Сейчас будет. Ипортное замещение полное, если знаешь, чашки КС. Из каменной массы. Вот. А, понял. Два раза дешевле будет. Это тестовый образец, это все будет заполнено, так что все будет чики-пуки. Красивая. Мне кажется, да, прикольно. Глубокая. Подколенные. Понятно. Ладно, это Харвик, у них как бы все нормально. Продают, не конфликтуют, не парятся. Ребята молодцы, делают хороший бизнес как бы. Погнали дальше. Кстати, кто придумал мумию? Мы. Почему мумия? Потому что мумия похожа на фельд мумию. Я этот самый вопрос задавал Черенисову. Он сказал, Харвик придумал. Все верно. Погнали дальше. А это, наверное, самая старейшая компания, это Upgrade Forum. Я помню, когда в Алма-Ате они только появились, а в Кальянной Атлантида, я прибежал покупать у них маленький фанел. Ребят, как дела, что нового? Все отлично. Почему говорят, что ваша каменная чашка не пошла, и это все маркетинговый пузырь? На самом деле, каменная чашка, она была создана больше для домашнего покора, потому что для заведения она совсем подходит. На ней нужно просто грамотно контролировать жар, чтобы заведение зачастую не позволяет суете это сделать. И плюс ко всему, она довольно хрупкая, то есть она требует себе деликатного обращения. Еще вопрос. Вот, я не знаю, я люблю забивать на апгрейдах. То есть у меня на смене всегда апгрейды, как бы большая часть. А вот у вас же был, была нихуевая такая просадка в качестве, когда вы решили немного сэкономить, когда они стали легкие-легкие? Это была просадка не в качестве, это была просадка в процессе производства. Просто после этого производство немного сузилось, качество повысили, и после этого начали держать уже уровень. С каких пор вы стали выставляться на выставках? Вас же никогда не было. Первый раз, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2016 году мы выставились. Это было в Москве на пикнике. И после этого стараемся как бы доставляться уже на всех мероприятиях. Все правильно. Это апгрейд формы, те самые чашки, которые сделаны из того же, что и твой унитаз. Так, без клака. Так, это стенд Мэтпира. Пойдем выцепим Дениса, не знаю. Денис! Чашку дай. Братан, есть, сумки лежат там. Нестя. Слушай, вопрос, что вы поменяли рецептуру, изменили ошибочки. Когда ждать официальных продаж? Конец марта. Конец марта. Просто помню, вы говорили, что конец, собственно, февраля. Нам сырье задержали на две недели. Понятно. Бори, вопрос. А когда выйдет новая, абсолютно новая модель Мэтпира? Этого никто не знает, даже я. Даже ты не знаешь. Пока не пришло? Ну вот как бы да, все табаком занимается. Правильно. Что еще тут дать? Ну, ладно, удачи. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Какой-то новый ананас, типа Пайн Старра. Но ничего особо не изменилось, не понравилось. Виноград Альфайкера один в один, но типа прикольно. Но вишня, которая была раньше генезис, да? Генезис черри. Ну, вообще генезис, ну да ладно, нахуй, английский язык. А, генезис травуэри был, генезис черри. Да, ну ты забей, забей. Вот вишня. Ихняя и егошняя. И тогошняя. Короче, вишня особо не изменилась. Как тебе? Ты не пробовал? Я туда обычно не суюсь на дарксайд. Ты не любишь дарксайд? Не, я люблю дарксайд, как бы. Очень любишь? Ну нет, новые вкусы, как бы мне интересны, да? Там же ваханалия творится. Там ебучие, там ебучие чайки, бля, хватит быть чайками. Попробовал и съебался. В чем проблема? У кого? У папира? А-а-а-а. А вот и шпион, который наши разговорчики подслушивает. Бля, нас записывают, ребят, свалят, свалят, свалят. Все, понял. Слышь? Безда твоя камера. Охуенно. Она самая. Охуенная камера. Охуенно. Будет две таких камеры. Угли том-коко. Что нового? Слышал у вас какой-то ребрендинг? Будет называться том-коко-еллоу, том-коко-вол. Вот так. Понятно, что ты скажешь о перенасыщении угольного рынка России, блядь? Бороться надо. Бороться надо? Бороться за рынок. А как вы готовы бороться за рынок? Качеством. Правильно, охуенно. Все, понятно. Том-коко это угли, что про них сказать. Я помню, что на них давно-давно работал. У них вроде у первых появился 25-й. Ох, огромные, блядь, такие угли. Ладно, идем дальше. Это у нас какая-то буква F, блядь. Что это? Это компания F-Corp. А, F-Corp, да, да, понял, я помню вас. Что у вас нового после прошлой? Да, после трон-кальяны. Я скажу, что здесь у нас козлящая елка. Мы заливаем всякие-всякие штуки, но ты уже не успел. У нас все раскупили, всякие арт-кальяны были у нас. Охуенно! Охуенно! Вот это в люминофоре светится ночью. Если я посреди, то здесь кофе-жанта. Ну, сейчас мы проверим кое-что. Да, можешь. Нет, светится будет вот это только с люминофором. Я просто говорю. То есть ты даже по ней поводишь, с той стороны вот здесь поводи, и у тебя потом зеленая останется. Ну, короче, будем считать, что осталось. Ну, ладно, молодцы. В Корп, как бы ничего к вам вопросов нет, уйдем дальше. Так. Вы просто представьте. Мы годами вырисовывали такую комьюнити, как кальяна, чтобы говорить, что мы курим только через кальяны. Но, блядь. Вот. Вы когда-нибудь подумаете, что этот чувак курит обычный табак, то есть, а Бёрли, Вирджине и там Каведиш. Нет? Вы на его алмазы посмотрите, это просто монеты двухтысячные новые. Чувак, он у тебя засмоленный. Ну, да. Вот как ты докажешь, что, блядь, что ты вот не курил через него ничего хардокового? Смотри, я вытажу, показываю, что это акциз, и все вопросы кончаются у всех. Понятно, ну, блядь. Это бомб. А мы все время пытались. Бомб отличается от кальяна. Даже самая трубка с водой. А, наверное, стереотипом. Ну, стереотип, надо его рушить. Кальяна тоже очень долго время читались, что они используют только для запивки травы и чего-то подобного. И все время пытались оттолкнуть эту идею, что кальяна используют для аркадиков. А ты кто во фрегате? Я? Ты идейный менеджер или кто? Я просто чувак, который разгрывает фонги, и все. А, все, понятно, красава. Фонги нормально. Что нового? Что нового? Слышал, какая-то мятная хуйня. У нас мятная хуйня появилась, и фруктовая хуйня появилась, вообще через фонги. Кажешь, фонячек. А вроде же Чикритов, бля, вроде Путков был ароматики, против? А, так это не ароматика, в том смысле, в котором мы... Это фонсированный дабак, который уже сделан именно для фонга. Тебя, вот просто вот так, резко в себя. Для того, чтобы ушить из-за мысля, стереотипы, которые мы там что-то говорили. Понятно. Все, ладно. Давай. Понятно, это был фрегат. Сахар. Здорово. Самый хуёвый стенд на этом, собственно, мероприятии, какое для тебя? Бля, там хуёвый, знаете, из хуёвых стендов. Самый хуёвый, самый вообще хуёвый. Darksiderski? Наверное, да. А самый охуенный? Фига-то. Не, да хуёвый, хватит, хватит лизать, хватит лизать. Вот, нет, самый красивый, вот, именно внешне, самый красивый. Не, на хуй знает, на хуя, мне, допустим, понравился Social Smoke. Social Smoke, да? Darksiderski Smoke. Мы видим, братан, мы видим. Не, Social заебись сделал стенд, прям охуенный стенд, прям ёбута. Макалади, или как он называется, в принципе, у них прикольный стенд. А самый ужасный, на хуя знает, бля. Или как он там называется? Малакади, или Макалади? Как он называется? Скажи ещё раз. Малакади, или... Ещё раз. Малакади. Как? Малакади. Чё, блядь? Я сам не знаю, как он называется, если Макалади. А там Макала? Нет, который этот, Малакади. Чё? Ну, который альпакер. Ой. Отрывай на хуй, ты чё делаешь со мной, тормози. Не отходя от кассы, у нас стенд опадет. Я и кап. Давайте спросим у ребят, что нового, приветствую. Как дела, ребят, что у вас? Это Айкап. Это новый наш кальян, просто выпустят только сегодня. Это продувка? Это продувка. Кушаем. А дерево не мокнет? Дерево стабилизировано маслом, воды не боится. То есть оно полностью разбирается. По сути, оно контактирует только с паром. А пар он тем более не боится. Даже вот это кольцо, оно тоже стабилизировано. Деревянное кольцо. Что по цене? По цене в данный момент мы их продаем за 5 тысяч шахтовых штук. Понятно. Это Индиан Хука? Это Индиан Хука. А чё так скучно у вас? Мы приехали в последний день. Так же на первый день. Я имею в виду в том плане, что нам все детальки отдали только с 7 числа. Стой, подожди. Это Индиан. Это Индиан. А это Айкап. Это тоже Индиан. А это что? А это не мы. Это они. Ааааа. Понятно. Это Индиан Хука. Ну, бля, надо было завесить чем-то. Понятно идёт. Идем дальше. Это у нас Айкап и Опа-дед. Ничего личного, мне просто интересно. Мы с тобой не общались. Как так получилось? Смотри, да, такая тема. Мы вообще начали разработку данных форум еще летом. Сам знаешь, что тут есть многие факторы, которые не получилось реализоваться. Ты видишь нашу группу ВКонтакте, что мы с ним буквально через неделю после того, как твои чаши запустились. Я честно сам был в Аху. Это прям вообще ни разу не плагиат. Давайте подушу в следующую нашу группу, которая хочет запускаться. Лучше не показывай. Нет, смотри, у нас разные тематики. По факту да. Если честно, я немного охуел. Смотри, как я охуел. Считаешь, это цилиндрическая революция? Это пиздец. Я стоил под хлопшолом около 100 штук. Думаю, все, заебись, приеду, продам. Захожу в Кориан-Эксперт ночью, в чашу отдам. Мы решили конкретно убиться по геометрическим фигурам. То есть смотри, это следующая будет геометрическая фигура. Это будет уже губ. Губ? Да, губ, который с блоским тонн, запилочка уже такая, 17-20 грамм. Но по технологии примерно ничего не изменится. Какая тема? Айкап. Айкап. По поводу. Ну, криминалы, все хуйни у вас. Обязательно какая-то дрочь происходит. Постоянно какая-то дрочь происходит. Ну, Омск такой охуенный город. Омская телевидение. Поэтому у нас такой охуенный город, и постоянно какой-то охуенный дрочь происходит. То есть, ну, это нормально. Мы уже потихоньку привыкаем к всей этой теме. Мы, кстати, отошли от темы ЮКАП. Ребята, есть несколько моделей. Есть бюджетная нержа. Это ЗАЛ-2400 шахта. То есть полностью нежземей. Есть более дорогие модели. Модель Аризалт. Это 5-400 шахта. Все элементы, епаные, в следующей стали. Здесь уже по золотой, но пока в продажи не идут. То есть пока тестируем. Просто смотрим, как будет вести себя золото, чтобы не продать этому человеку кальянзу. Но это больше бронза, либо медь. Вот смотри, оно изначально было одним цветом. То есть сейчас маленько по-другому. Около 4 месяца в работе. Это получается чей-то оксид, правильно? Блин, Аркаш, это правильно. Смотри, вот этот прям производитель. Да, вот Аркаш. Кальян из нержавейки, покрыт золотом. 585-я проба метром на Гальваники. Гальваника? Да, Гальваника. Хуена, Гальваника. Ну, 4 месяца в работе. Ну, посмотрим, как будет тестировать себя. Кальян в продажу. Все понятно. Вы тоже ебашьте сеточки, да? Да. Это опять же таки мы ждать. А, понятно. Ну, ладно, спасибо. Это iCup. В принципе, игроки новые. iCup, iCup, плохо iCup. А доебаться пока нету чего. Вот на следующей выставке доебусь. Ну, ладно, да. Давай, счастливо. Это очень скромные ребята. Теламон. Теламон. Что производим? Чашки кальянные. О, я там не такая есть. Да. Вот. Спасибо, что засветило. Это модель Bolt? Это Bolt. Bolt. Что нового? То есть, я не знаю, что у вас было старое. У нас все новое получается, потому что релиз. Люди заинтересованы, интересуются? Интересуются. Прикольно. Понятно. Это... А, ну это может точки. Понятно. Это Теламон. Да. Пока не знаю, не за чем заебаться, не за чем спросить. Ладно, идем дальше. Это у нас кальянный рэп. Ой, извините. Ребят, рассказывайте. Вот, значит, мы сами производим сервис. Стоп, я нашел их. Я сейчас спрошу кое-что. Вот сеточки. Я слышал, что они не очень практичные, и как бы, ну... Так, ну... Началось. Началось. Вот, держу в руках, абсолютно не греется, удобно работать. Вот, смотрите, берем сейчас, если надо, допустим, стряхнуть уголечки там от пепла. Просто. Так, вот, раз, подразили. Обратно никакого пепла нет, на табах ничего не попадает. Все ставим, если можно там открыть, поменять угли, потому что там, что открывается. Посыпаем, посыпаем. Окей. А теперь начинаем доеб. Хоть вы и новые игроки на рынке, я все-таки доебусь. А почему они очень похожи на РФ? Это спизженный дизайн РФ? У нас, у РФ у нас, если хотите сказать. Нет, вы у РФ спиздили. Ну, мы даже не думали их просто так. Окей. Ну, все кальяны похожи друг на друга. Как вы это спиздили? Этот чувак очень давно на рынке. Как, блядь? А он другой. Да ну как? Здорово. Здорово. Так, ну это, наверное, последний стенд на сегодняшний день. Остальные стенды я обойду завтра. Это новый генеральный директор Кальяна Даппер. Доброй, что еще рожь. Здорово. Дапперам все понятно? Нет, да, нет, ничего не понятно. Что нового? Какие планы? Новое. Убрать стружку. Сделать пиздатый ложемент. Охуенную цену для, блядь, своего потребителя. Будет все круто. Буквально через месяц будут обновленные модели. Выйдет новая модель моего проектирования в целом. И, блядь, пиздатый гачник при пиздатой цене. Собираюсь дать в рот кое-кому. Я надеюсь, да. Давки дам на обзор, я бы думал, он мне поможет. Дальше вот так. Блядь, сними вот эту. Сними. Блядь. Эпучая чашка, блядь, буду. Как, нормально? Нет, честно, да, охуенно. Хорошая. Я не хотел сделать, чтобы она была вау-вау, просто хотел сделать хорошую. Хорошая чаша. Я думал, что она внутри монолитная летает, чисто кермич такой. Это было бы сложно, она бы не прокуривала. Да, это было бы сложно, это было бы пиздец, как ее греть. Но здесь, честно, без колпака 3 минуты чаша грета. В закладке, как я понимаю, до 20 грамм. Кайф. Бородан, как дела? Да неплохо, неплохо, отлично. Ты куришь, вот честно про чашку. Это как бы, в первую очередь, не для меня. Бородан, на дапер? Че за чашка? Для зрителей, братан, просто ноги стремаются. Чашечка бомбой. Бывает и похуже намного. Все, понятно, очень крутая чаша. Все, собственно, ребят, первый день закончен. Я завтра доснимаю то, что не снимал, потому что выставка очень большая. Ну, вроде хорошая, вроде прикольная. Добрейший вечерочек. Так что, ребят, всем реально добрейший вечерочек. И ждем вторую часть выпуска. А пока мы спишем комментарии и все остальное. Пока.